С шестого спецтренинга. А этот что дал? Что этот дал? Бронза. Дома бронзы не получается, только тут? Да. Ну класс. Ну а так, если перейти теперь не в тестовый режим видео, а прямой эфир, то что дал? Ну реально, вот что дал тренинг? А что дал? Он дал больше уверенность в бизнесе, что я не одна, что у нас много, мы команда, что люди зарабатывают реально. Да, появился темп какой-то именно, задала себе, думаю продолжить в этом темпе. А тебе как лучше вообще работать? Как здесь или допустим дома? Как вот привычно? Как лучше тебе? Ну дома много забот, конечно здесь лучше, потому что здесь нет такого как дома. Домашние дел различные, которые отвлекают очень сильно. Так а они, вот если ты находишься, допустим здесь работаешь, они те дела что, решают сами собой или накапливаются? Они решаются сами собой, да. Так а как тогда они, то есть ты ходишь домой, они что, возникают дома? То есть ты не можешь от них избавиться дома, например, от этих дел, чтобы они тебя там не доставали? Ну я просто логику пытаюсь понять. Я знаю, у нас есть партнеры, которые говорят, что мне лучше работать дома. Вот я привык, значит, ну так как я привык. Все, эти тренинги, они меня вырубают из установки. Мне надо было дома, я расслабляюсь, я еще пока не могу собрать себя силами, то есть я привыкла дома отдыхать, ну как ничего не делать. Вот, и сейчас вот перестраиваюсь, чтобы именно дома начать работать. В общем, не дает расслабиться. Да. А у вас мужья на диване не лежат, не ноют, не на работу? Ну муж со мной, муж со мной работает и параллельно еще пока на своей другой работе. Короче, вы вместе, да, работаете? Да, вместе. Мы даже, кстати, нам не повезло, что мы соревнуемся, как ты говоришь, соревнования. Тоже говорят, давай, кто бы больше людей на тест-драйв, там у нас была ничья. Счастливые люди. Это, наверное, у всех такие мужья, или вам попадаются ребята, которые не особо стремятся? Не попался хороший мужчина. Нет, вообще при работе с людьми. Люди вообще какие попадаются или что? Да. Да, ну пока большинство таких вот ленивых. Ленивые? Да. Но все равно это статистика, скоро будут такие. Хотя, мне кажется, я притягиваю к себе хороших людей. А вот, слушай, открой секрет, кстати говоря, вот как, например, правильно, как правильно девушку привести в бизнес? Ну, именно ты, я, допустим, занимаюсь бизнесом, вот у меня, например, появляется девушка. Как мне сделать так аккуратно, с твоей точки зрения, как девушке, чтобы она не отшатнулась от этого бизнеса, чтобы она не подумала, что я хочу ее куда-то заманить, там, да, завлечь какое-то там дело. Но показать ей, что, например, вот этим я заниматься буду постоянно, и что у тебя нет другого выбора, как только строить этот бизнес вместе со мной. Вот, чтобы допустить. Как я, как у меня получилось с моим парнем, то есть, я ему совершенно ничего не навязывала и, то есть, не говорила. Я просто ему, там, дала попробовать на машине, там, вот, он попробовал, ему понравилось и все. Он сам мне говорит, давай я буду работать. Я говорю, ну, давай. Вот, а если девушка без машины, то, я считаю, тоже навязывать не надо. Просто делая свою работу, показывая, что у тебя классная какая работа, ты сидишь дома, а она куда-то ходит, там, рано встает. Вот, и она сама поймет, что, о, по классной работе у тебя можно быть дома. А точно ли, как ты уверен, точно она поймет, всегда ли человек может понять или, может быть, почему ты смотри, ну, я так считаю, может быть так получится, не может ли, вернее, так получится, что она поймет, что, слушай, классно, по тысяче баксов в неделю на карман человек дает, ее ничего не надо делать, можно хорошо себя чувствовать, а зачем работать. То есть, пускай она занимается своими делами, а я буду, допустим, постоянно на себя дело перетягивать, говорить, что вот я сегодня хочу в Турцию слетать, мы давно уже не отдыхали, а у тебя все бизнес, ты сидишь, все работаешь и работаешь, может быть, все-таки как-то отдохнем. То есть, она вообще может, ты понимаешь, такое будет, что она вообще будет в своей колее, а, ну, человек просто ждет. Такого не получится у вас тогда отношения, если она будет вообще в своей колее. То есть, не имеет смысла тогда строить отношения? Конечно, конечно, я веждаю не имеет, ну, что только, вот как и Оля тоже говорит, что хочет только мужчину себе из этой сферы, да? Почему Оля? Почему Оля? Формулируй. Ну, стоит формулировать, то и так все понятно. Рассказывай. Ну, потому что, представь, как вот это, я всегда знала, что только человек бизнесом не подходит. Почему? Потому что я сама не такой человек, который будет работать на работе, на кого-то свободолюбивый человек, да? И как вот это ты себе представляешь, как вот приходит муж вечером с работы, такой уставший, да? Ему там начальник там навставлял, и он там такой мне расскажет, а я ему что скажу? Ну, ты сам это выбрал, да? Ему, конечно, тоже такая же жена, которая там, ой, у меня такая там сволочь, а у меня вот такая там. Не, ну да. Ой, правительство такое, да, такое. Ну, то есть, как бы, для лично равно должно быть. А, слушай, ты обязательно придешь с точки зрения, что человек должен быть именно из бизнеса FFI или вообще просто бизнесмен? То есть, например, у него будет там какой-нибудь плиточно-кафельный бизнес или туалетной бумаги, классический. Это будет нормально или все-таки не то? Или он должен быть сетевым бизнесменом? Ну, я так, знаешь, не заморачивалась сильно. А если он будет с другого сетевого бизнеса, как-то вот, ну, вообще для тебя такой момент? Ну, я же говорю, что я вообще не заморачивалась вообще по теме. То есть, ты не задумаешься над этим? Нет, ну, нет, нет, нет. Он имеет в виду такой же целеустремленный. А, целеустремленный, да? Ну, нет. Который двигается туда. А, ну, это понятно, это совершенно очевидно. Ну, смотри, у меня есть партнеры, там по 18-19 лет, да, девчонки, которых сидит муж дома. Ну, там или муж, или гражданский муж, не важно. Работает за 3 копейки. И, ну, говорит ей, что, ну, абсолютно сам не в зуб ногой. И, ну, понимаешь, с чем я говорю. Короче, тормозит по полной. Мало того, что сам никуда не двигается, так еще у нее полностью перекрыто все. Вот ты, прикинь, ну, вы как-то со своей женской, как бы, колокольни скажите, что надо делать вот таким вот, еще молодым, кстати, очень. По 18-19-20 лет у меня есть партнеры. Ну, есть такая зацепка, там, у девушек, у женщин тоже, что лучше с кем-то, а без кем лишь бы ни одной, там, как там, залежавшийся товар, да? Да, многие девушки вообще не могут без мужчины. Не, ну, почему так они не думают, что, блин, так я могу найти такого же, как и я, который хочет что-то делать. Да, почему? Ну, я сгорю, потому что зацеплены, потому что, на самом деле, если тебе уже больше, там, не знаю, 20 лет, вот невозможно ходить вообще на всякие собрания с родственниками. Просто привычка, по большому счету? Не, ну, это какое-то ужас, что ты приходишь, что ты спрашиваешь. Ну, ты не замужем, да, почему? То есть они, ради того, чтобы быть с кем-то в компании, готовы крест поставить, что ли, на жизнь? Или что я и понять не могу. Ну, так вот у нас принято, как в обществе, да, что нужно быть с кем-то, там. Слушай, ну, странно. Ну, я знаю, например, другие ситуации, когда, наоборот, девушка говорит, что лучше я буду одна, чем с кем попала. Так какой из факторов? Так это другая девушка, люди же все разные. Так, а такая, которая сидит лишь бы с кем, лишь бы быть, что она не может принять решение, что ли? Ну, видишь, получается, что человека все устраивает. Просто это устраивает. Ну, на самом деле, такие люди не могут быть вместе, потому что, потому что они ниши всегда затянут выше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова